Сейчас вот Эдвин закинет, давай. Сюда ложи, просто упаковка, да. Я тебе фиг знает, как это первый раз. Вот так, ровненько надо ложить. Всем здорова, с вами Эдвин. Всем привет. Вы на канале Мысля Геймиса. Сегодня мы поедем получать паспорт. Недавно мы подавали заявку, чтобы его получить. Но сегодня уже нужно его забирать, потому что лежит уже долго. И решили выделить день, чтобы в итоге его забрать. Также хочу вам сказать, что сегодня мы, получается, у меня есть сейчас накопленные суммы денег. Сколько ты накопил? Покажи. Сейчас. У Эдвина есть наличка, есть карта. 16, почти 17 тысяч, в общем. 17 тысяч. И смотрите, какая, ребята, история сейчас начинается. Так как у Эдвина будет паспорт, ему 14 лет исполнилось. 12 февраля. 21 год сейчас. Да? Да, да, 21. 14 лет. Подали заявку, сейчас забираем паспорт. И нужно, чтобы Эдвин уже научился самостоятельно инвестировать деньги. Есть много всяких разных вариантов, куда инвестировать бабло. И Эдвин должен изучать этот вопрос. Потому что почему-то в России с этим очень плохо. Детей не обучают понятию инвестирования. И потом ни на что рассчитывать. Ну, нет возможности рассчитывать на то, что ты инвестировал деньги. И сможешь себе обеспечить будущее. А так просто, допустим, все работают, работают. Ну, как бы, прибыль есть. Но если ты чего-то хочешь там большего, то нужно вот нормально научиться этим заниматься. А потом в будущем уже... Вот сюда смотрят. Ага. В будущем уже, в общем, уметь зарабатывать. И обеспечивать не только себя, но и в будущем семью. Короче, нужно начинать с инвестирования. Хотя бы где-то. Сейчас самое такое нормальное это криптовалюта. Я Эдвин уже объяснил, как работает крипта. Что это такое. В принципе, он неплохо сообразил. И те деньги, которые у него есть... Будем... Да, решили, что давай лучше ты закупишь крипту, потихонечку начнешь торговать на бирже. Да. И это все дело приведет к тому, что научишься серьезно делать инвестиции, приумножать деньги, а не просто вот так вот держать. Вот у него лежат... У меня, да, я просто думаю, то ли самокат себе купить, то ли что-то... Ну да, ну это дебильный подход от детсад. Вот. И многие люди, кстати, так делают. Подростки копят, покупают какую-нибудь брехню. Айфон тот же самый. Да. Ну если у тебя есть, в принципе, телефон, ну и ладно. И ничему же не учитесь. Просто накопили, папа-мама дали, там что-то заработали, пошли купили какую-нибудь пластиковую ерунду, использовали, выкинули. Это не инвестиция. Это во взрослую жизнь, когда будете переходить, ни к чему не придете. А нужно научиться из тысячи рублей сделать сто тысяч рублей. На теме криптовалюты это очень-очень даже возможно. Так что сейчас мы едем с Эдвином, забираем его паспорт. Потом у Эдвина есть карта, на которой, я не знаю, у тебя там деньги остались или ты их просрал? Нет, там еще остались. Еще остались? Сколько остались? Три тысячи. А остальные где? Остальные я вот два месяца назад потратил его больше не тратить. Ну, этот как бы там телефон, интернет, оплата. Ну, на что ты тратишь деньги? У тебя расходы на что? Ну, в основном, допустим, вот основные у меня потребности, это интернет и телефон. Допустим, вот недавно мне не хватает на телефоне денег, нужно будет положить. Вот. И между делом, там, не знаю, воды купить, если когда на улице гулять, что-нибудь такое. Интернет на хрена тебе? Не знаю. У нас в дом интернет. Нет, в смысле, когда на улице. Ну, так там же есть определенное количество. Да, там есть тариф. Ну? Ну, у меня еще остался интернет. Скоро закончится уже. И что? Это не хватает, что ли? Нет. На улице не смотри ролики. Я не смотрю ролики. Мне, допустим, тарифов хватит на два месяца, потому что только, допустим, выказайте, что там еще. Ну, в общем, хрен с ним, неважно. Короче, научитесь контролировать ваши расходы, научитесь инвестировать, потому что потом в итоге будете просто бомжи. И у вас какие-то вот накопления есть, нужно их приумножать. Или идите, купите себе там чипсы эти вонючие, блин, и потратьте это все. И ходите, попрошенничайте деньги. Ну, или там работайте, получайте 3 рубля и жалуйтесь потом. Почему жизнь говно? Чтобы вот такой фигни не было, нужно научиться инвестировать. Так что, Уодина, сколько сейчас денег? 16 тысяч. Плюс на карте сколько говоришь? 3 тысячи. 3 тысячи. Ну, грубо говоря, 20-ка там, да? Сейчас мы забираем паспорт, приходим. А, мы сейчас как раз в торговом центре зайдем, закинем эти деньги на карту и потом сделаем Эдвину дома кошелек, на бирже зарегистрируемся и с помощью этих денег ты закупишь криптовалюту. Посидим, обдумаем, какую крипту закупить, потому что ее много. Вот, какие-то, может быть, крипту, какие-то токены, каких компаний закупим и постепенно, потихонечку, Эдвин начнет уже снимать видео, какую криптовалюту он закупает, вообще сам процесс, что сейчас делал. куда он инвестирует, потом, как будет развиваться его портфель, будет ли он приумножать, уходить в минуса или в плюса, периодически начнет делать такие ролики. и посмотрим, что будет через год. Вот, запомните этот момент, сегодня у нас там 24, да, вроде марта. В общем, конец марта, пофиг. 21 год, да. И следующей весной во что вольется эти шестнадцатые, ну, двадцаточка, да, но он еще будет зарабатывать и еще пополнять это все, докупать, докупать, докупать. я к тому, что в итоге сможет ли он превратить свой портфель в серьезную сумму денег, чтобы прям уже ходить и понимать, что это серьезно, это будущее, у него есть инвестиции. Так что смотрим дальше. В общем, все, пришли в МФЦ, будем стоять вот в такой вот очереди. Очень большая очередь, так что мне показывают. Да, да, да. сейчас нам квиточек дадут и потом Эдин пойдет получать свой паспорт. Да, а потом мы уже пойдем уже на карточку вложить. Да. Мне кажется, скорее всего, на карточку вложить самое интересное будет. Зачем тебе паспорт твой дадут? Первый раз в жизни. все, сейчас уже будем потихонечку забирать. Ну что, в очереди мы не так долго стояли, потому что это получение. На получение ты быстренько проходишь. сейчас принесу паспорт и Эдвин получает. Все, ребята, получил паспорт. Все успешно прошло, там написано свои данные, но в целом цель достигнута. теперь будем выполнять другую цель. Это уже надо будет в этом банкомате. Все. Сейчас Эдвин еще регистрирует в госуслугах. Оттуда уже будут всякие разные документы делать, если нужно. Потому что госуслуги нужно фиксировать через МФЦ. А мы сразу это сейчас сделаем. Сейчас вот Эдвин закинет, давай. Сюда ложи, просто упаковка. да. Я тебе фиг знает как это первый раз. Вот так ровненько надо ложить. Нифига себе. Там 16 тысяч. Вот 16 штук внести. Первый раз таким скоминалом ходил. Вот. Держи. Комиссия 0 рублей? Вот. Деньги пришли. Сейчас напечатать чек. Выпуск бы, да. Нет. С чеком. С чеком. Так, карточку не забываю. Сейчас чек еще даст. Забирай. Все, пошли. Идем? Все. Ну, отойди подальше, пожалуйста. Так, все, Эдвин, короче, закинул денежку. Сейчас мы придем домой, уже через карту будем перекидывать на этот, покупать криптовалюту. Там дальше покажем, как к чему. к чему. Продолжение следует...